В воскресенье текстильщик провел последний в этом году домашний матч первенства России по футболу. Соперником нашей команды на этот раз стала Карелия из Петрозаводска. Игра выдалась очень напряженная. Было видно, гости приехали отыграться за недавнее поражение нашему клубу у себя дома. Но, как и 10 дней назад, Карелия уступила текстильщику со счетом 1-0. Единственный гол встречи на 15-й минуте забил Виталий Пугин с подачей Константина Подкорытова. Была у Виталия и еще одна возможность поразить ворота Карелии. Но мяч попал в перекладину. Впечатления хорошие. Мы хотели последнюю игру показать. Показать хорошую игру и выиграть. У нас эта игра получилась. Еще в перекладину попался, забил, было совсем хорошо. Тренер Карелии считает, что его команда проиграла из-за того, что четыре основных игрока не смогли выйти на поле. Я считаю, что мы все-таки владели преимуществом игровым, территориальным. Но такую игру подряд мы не можем забыть. После матча Дмитрий Парфенов, тренер красно-черных, в первую очередь поблагодарил за поддержку болельщиков. Замечательная атмосфера. Сегодня и поддержка была. И во многом это тоже благодаря сегодня и помогло. Самоотдача ребят. Где-то, может, нет такого качества какого-то игры, как у Барселоны, но это есть над чем работать. Но то, что люди хотят, то, что они готовы к этому. И все рвутся в бой. Это очень радует. 16-й тур не поменял расстановку сил на вершине турнирной таблицы. Занимающие первые две позиции Псков 747 и Химик также одержали победы. Текстильщик по-прежнему остается на третьем месте. Следующий матч Ивановский клуб проведет на выезде. 21 октября в Москве подопечные Дмитрия Парфенова сыграют с «Локомотивом-2». Наталья Романова, РТВ Иваново.